У нас Аркашенька, у нас гора немытой посуды, у нас... Да я уже в форме, я всё готов. Они пьют пиво, у нас нет денег, они ничего не делают. 21 у неё, вы понимаете вообще, 21. Я просто тебе хочу рассказать, Дим, что нам приходит уведомление о том каждый раз, что ты проиграл. Смотри, Вик, сейчас тебе придёт уведомление, что я трахнул казино. А? Так, о нет, блин. Видела, видела это уведомление? Аркаша нереально играет в казино у сисястой женщины. Первые дни будет лайтово, а потом... Да с первых дней могу попить пиво, а потом... Желательно нет, потому что нам у нас деньги на счету. А когда я буду пить пиво, мерзкие устищи. Всё, это всё под Шурику, быстро работаем. Нас четверо, быстро всё, мойте, убирайте. Какая очередь, всё убирайте. Сейчас точно повезёт. Сейчас. Да, ты что? Какая-то аномалия, ты понимаешь, я убрал грязь с пола, а деньги пропали. Мы можем закрыть доступ к счёту. 19! Я за рябаем пошёл. Я должен отыграться. Пожалуйста, сделайте что-то. Короче, очень важная миссия у кого-то из вас, выберите у кого. Ну-ну, говори. Выдушите Диму из казино. Нет, Вик, давай готовить лучше. Да я уже иду, я заработал денег. О, бонжур, бонжур, месье. За ваше здоровье. Узнал? Узнал? Узнал. Бонжур, я такой синего ёжика ловил. Ублюдка. Он меня кольца воровал. Локальные шутки какие-то. Да нет, но ты доктор Эггман, что не знаешь? Доктор Эггман. Устал? Саник, ты мать? Сосеи, жопу. Мною. Слушай, ты что-то с утра сам не свой. На, пивка, кабахни. Пьяный, походу. Спасибо. Я как хорошо стоил, ты посмотрел. Мясо жарит, пиво пьет. Отец прям. Аркаш, открывай ресторан. Не, я это, я тут с рабочими общаюсь, мы вывеску вешаем. Стейк готовится, три соли, три перца и жарить. Мечлен, сколько звезд? Не, у нас пока нет звезд, подожди. Мы стремимся. Это маркетинг, чел. Они подумают, что у нас три звезды. Ты уже жрешь, прям пока жаришь. Я дегустирую. Все, мы все сделали. О, нифига. Ну да, смотрю. Скуфейни. Ну конечно, конечно. Первое место. Лежный, какая отсыпочка. Где? Да твою-то мать, ты про женщину, что ли? Я думал, ты нашел, блин, нормальное мясо нам на производстве. А нет, мясо у нас вон тут за углом. Ну ты, конечно, лох. Сэр, вам пивка? Пока ждете? Ваш заказ, что хотите? О, деньги! Лол, мне просто так дали деньги, я пошел. О, деньги? А может тогда... Пополнение баланса вашего Steam аккаунта с помощью сервиса от Кубикод. Ведь именно там сейчас имеется самая низкая комиссия на рынке. Работает как для русских аккаунтов, так и для казахских. Заценить, как это просто. Ввели свой логин Steam, логин, а не никнейм. Указали сумму пополнения. Бахнули промокодик от Аркаши. Применили его. Подтвердили и оплатили. Разные способы оплаты представлены для вашего удобства. Ведь Кубикод это не просто сервис пополнения. Это целая игровая экосистема. С множеством различных услуг, турнирами, движухами в комьюнити и собственной системой лояльности. На сайте имеется раздел недоступных в РФ игр, где можно приобрести себе игру на свой русский аккаунт в случае, если разработчик закрыл к ней доступ. А для зарегистрированных пользователей теперь действует постоянный кэшбэк на каждое пополнение. Ах да, еще с нашим промокодом комиссию можно снизить дополнительно на 2%, однако поторопитесь, действие промокода ограничено. Так что переходите по ссылке и пополняйте баланс с Тим, а то не гоже с пустым кошельком расхаживать. О, деньги! Лол, мне просто так дали деньги, я пошел. Да, они просто так приходят, просто так дают. Грех как бы эту сопку не вложить. Я не понимаю, почему я мою посуду, мне написано ты проиграл. Потому что это Дима. Ты проиграл посуде. Господи, как ты мог? Мыл посуду и проиграл. Так, все. Да опять я проиграл. Пошел ты нахер. Согласен, гребаная посуда. Надо правило установить, сколько мы можем проиграть в день. Ноль. Можно сделать сразу заготовки стейков, сразу их пополам порезать. Да, присаживайтесь, присаживайтесь у нас. Да, присаживайтесь на его член! Это скупение, кринж каждому покупателю. Аркадий, вы срочно нужны для маринада. Да-да, что горите? Пройдитесь, замаринуйте мясо. Что, что? Вы что, не знаете, это наш секретный рецепт. От отца еще идет. От отца! А давайте в казино принесем наши стейки. Нет, давайте закончим день и начнем новый. На кровать, на кровать. Вы начинаете день? О, боже, на одной кровати в четвером капец. Ну, в пятером, потому что был опять с тёлкой придет. Доброе утро! Ура, в ресторан! Доброе утро! Опять работать! Он рассказывал, что... Отлично, добавляю в меню. Идите в магазин за грудкой. Я начну работать, когда мы дойдем до Елены. В остальном оставляю этих мужиков на вас. Вы уже дошли до Елены? Мы ни до чего не дошли, просто Дима отлынивает от работы. Он опять думает о бабах. Как? О бабках. А надо думать о... Ке-бабах! Понимаешь, наше мексиканское? Кебаба! Аркаши! Пасса! Да. Готовь стейк. Нет, блюда всего два, но мы делаем как бы... Да блин! А где перец? Нет, шесть там, по-моему. Ты нахера, ты нахера в грибай закинул сладкого перца чили, блядь? Зачем вы все поперчили? Три грамма черного перца, блядь! Вафель, соли, три грамма чили. Нам Критя, когда придет, то нахрене он заплачет, как в рататуе. В рататуе, блядь. У него в рататуе будет этот стейк. У меня сейчас все в рататуе просто насовывают и насовывают. Да ужас какой-то, это что? Это же как это подавать? Да что это? Что это? Пойду собаке отдам. Ты что, охерел? Ты охерел? Ты нахера с дивана встал? Бобби! Кто-то жевать-то будет. Ответь мне на вопрос, Джуз. Так. Вот есть гриль, а есть не? Не гриль. Ну что, с баном? С баном? Что ты осуждаешь-то? Не гриль. Случайся, увидимся через 30 дней. Дай-ка твой рейбай попробую, да? Так. Дай-ка попробую, ну-ка. О, блядь. Пересолил, говорил уже, пересолил. Я не понимаю, вы ни одно блюдо не заготовили до сих пор. Ты что, ты тот стейк положил на раздачу? Ты же понимаешь, что, блядь, это конец? Ты понимаешь, что это конец нашей карьеры? Я сделаю сейчас нормальный стейк, подожди, убери. Куда нормальный у нас нету курицы? Они придут, а им будут курицу требовать, а ее нет в меню. А че она вся пожарена наполовину? Зачем ты ее пожарил и убрал потом? Она не пожарила, но с картошки нет. Я пошел картошку покупать. Я купил картошку уже. А где она? Я нихуя знает, Вик куда-то убрал. Она сейчас гниет. Вика? Картошка, хрен с ней свитает. Да я не гнию. Жарьте картошку. Сейчас разберу. Да куда ты ее в угли-то бросил? В смысле, куда ты? Ты хоть раз, блин, на шашлыки ездил? Куда ее еще надо бросать, чел? Ну ее же надо в фольгу завернуть перед тем, как в угли-то бросать. Фольгу-то зачем тратить? Ты хоть раз на шашлыки ездил? Ездил, конечно. Ну ты пьяный, конечно. Открываете. А, все открыли. Все открыли, все открыли, уже Шапутинский пришел. Третье сентября. Так, я помою, я помою. Я возьму деньги. Шапутинский доволен, слушайте. О, Виловгеймс пришел. О, Виловгеймс пришел в натуре. Курица взял, а не рибай. За фигурой следит. Знаешь, что же я? Это для Инстаграма, для Инстаграма. А потом дома-то как микроволновочки погреет. Ты проиграл. Димон, хватит деньги проигрывать и запаривать. В смысле, я играю за бесплатно. За бесплатно. Так, день окончен. О, нифига себе. Стой, ты куда? Мамма миа, ты посмотри, какая фитоняша. Да, жесть. Как думаешь, она подозревает, что мы стоим напротив нее и обсуждаем ее вот так вот? Я думаю, нет, она вообще не подозревает. 9-10 тарелок. Ладно, пойдем спать. Ты посмотри, сколько мы заработали сегодня. Такие же странные расходы. Я всего лишь картошку на 20 купил. А всегда смотришь в счет, а там 2 400. Это доп. услуги, Аркадий. К нам Денис пришел. О, нет. Что, походу, не переварил курицу вчерашнюю. Он оштрафует нас за что-то. Что, санитарный инспектор? Пусть тогда идет, нам сортир моет. Блин, слушайте, это точно Денис. Он как раз, знаете, повернут на чистоте, наверное. Я пойду зарежу эту свинью. Где этот сукин сын? Я помню, как он... Ты меня не остановишь, я его зарежу. Где он? Еще раз, ты, козел, вонючий, придешь к нам. Я тебе отрежу. Денис, во времена Калида жилой. Козел. Так, говядину подаю. Ты с ума сошла, блин? Корову надо было доить. А говядину уже не надо доить. У нас грудки кончились. Дим, сходи в магазин за грудкой. Да, Дим, сходи, купи... Грудки, не крудки, понятно? Блин, крудки. Так, Вик, давай ты на стейках, а я на курицах тогда. Ну вот, а вот что нам-то делать, понимаете? Я поэтому и пропадаю в казино, либо пью пиво. Что нам делать, все очень просто. В смысле, что делать? Ну, е-мое, ну вот коробку распаковать, уложить. Ну, коробку, ты сказала принести коробку. Аркаша, я не на тебя ору, а на бездельника. Я бездельник. Я уезжаю к маме. Давно пора, давно пора. И для Элесса что-нибудь сделай, наконец. Я уезжаю к маме. Твоя мама, она в казино, да? Да, она сейчас мне раздавать будет. А она на раздачи там будет. Вы и сами напросились. Короче, наша задача, чтобы расшириться, нужно 50 тысяч долларов. 50? Ну, с Бейлом это невозможно, блядь. Да я выиграю. Я это казино там вообще разнесу просто в пух и прах. Лучше бы ты посуду мыл. Мне общение с Бейлом напоминает ролик на Ютубе смотрел. Типа, берем интервью у чувака, который профессионально занимается ставками. Ну, такой чел сидит, спрашивает, ну как, короче, успех. Он говорит, ну типа, вот сейчас у меня кредит на 7 миллионов. Вот здесь я сплю, тут у меня плед возле батареи. Ну, я-то в плюс вообще-то играю. Чисто Бейл. Очень смешной человек больной, а ты над ним смеешься. Над Бейлом? Ну да. Секунду, сейчас мы идем отдыхать и открываем новые рецепты. Да что такое? Что у нас с балансовой? Купи помидоров на 30. Да я не играл сегодня. Так, а ну руки покажи. Ты играл сегодня? Покажи руки. На, на, они чистые. Почему на них следы фишек? Смотрите, секунду, секунду, секунду. А кто на супе будет? Я обожаю суп, я буду на супе. Супер Бейл будет у нас. Супер Соник. Соник, где эта мразь? Блин, я бы за углом видел. Смотри, смотри, он сюда побежал. Вот, вот, за угол. Я убью тебя, Соник. Я поймаю тебя, где ты? За угол, за угол побежал. Делай, Аркаша. Где этот Соник? Какой Соник, мать твою? Он сказал, что увидел Соника. Вьетнамские флешбеки. Там не было Соника. Он убежал. Но я поймаю его в следующий раз. Томатный... О, томатный, я профи томатного супа. А ну-ка скажи три томатерных слова. Три томатерный. Помидор, вода и ломтик помидора. Так, помидор на Твичи не надо говорить, пожалуйста. Чё ты всё к этому сводишь? У меня рецепт такой вообще-то. Аркаша хочет всех нас забанить. В особенности меня. Да, и забрать наших зрителей себе. Конечно, ну давно пора избавить Твич от слабых. Ни хрена он запел. Вика делает грудку, а ты стейки, рибай. Хорошо, я сделаю стейки, рибай. Так, я ножки взял, ножки не трогайте. Ножки не трогайте. Чисто софа в Армении. А где посуду мыть? Ну вот, в комнате. В поле украли. Ты нахера посудомойку-то в другую комнату поставила? Так, ну потому что она не должна быть здесь. А, не должна быть здесь. Может, мне и на людях не показываться из-за того, что я посуду мою. Эй, смотрите, я мою посуду. Я ублюдок зашкварный. Она стыдится тебя. Не жмите мне руку, пацаны. Все, хорошо, мой. Все, вот то ли дело. Ни хера, у нас очередь выстроилась. Блин, давай быстрее, давай быстрее. У нас очередь. У нас очередь. Быстрее, быстрее. Я беру стейк. Хорошо, я тогда грудку. Я грудку, я ножки, бейл этот как бы. Блядь, нет, я не ножки, я имею в виду да. О, все, стейк готов. Лучший, лучший стейк за сегодня. Блин, ну что такое? А кто мой перчик украл? Нахера мне в суп перец закинули? Вы что, дураки что ли? Япона, мать, вы нахера суп испортили? А где моя, блядь, ножка? Я все сделал. У нас куча всего готовилась, а Дима сверху туда бахнул кастрюлю. Ты что, с супом сделал? Я решил проблему, делайте заново. Господи, ты знаешь, сколько этот суп стоил? Сколько? Полторы тысячи. Полторы тысячи суп. Одна кастрюля. Да, да, кастрюля полторы тысячи. А почему фишками пахнет от твоих рук? Ты не понимаешь, это другое, но суп стоил полторы тысячи. А ты в него добавил крупу. Я туда добавил крупье. Крупье. Да, да, ты опередил мой панчлайн, вонючий ублюдок. Ты проиграл все деньги. Не все, а лишь часть. Там женщина хочет суп, Дим. У меня нет супа нормального. Дима, женщины вожелают твой суп, они не могут, они уже срут под себя. О боже, они такие сухие, Дмитрий, им нужен твой суп. Они будут очень влажны от моего супа. Они высыхают. Вот он, суп, дамы, налетай, налетай. Шафутинский пришел навернуть стейк, Аркаш, твоего. Я уже сделала, блин, сейчас. В смысле? Люди хотят мой стейк. У тебя горит, Аркаш. Я провел. Большой Вик. Я это каждую пятницу вам говорю. Ножки закончились? Ну, они подходят к концу. А мы, а уже не конец дня, Вик? Не знаю, тут мужчина очень много поел. Это про меня. У нас ЧП, мужчина очень много поел. Мужчина очень много поел, это я после стрима, блядь, как всегда. Пока никто не видит. Пошел деньги проигрывать наши? Блин, я в магазин, я в магазин. Сейчас вернусь. Я сразу стейки тогда нарежу. Блин, что делать? Оставлять, наверное. Ну, блин, нет, тут надо оставлять, конечно. Блин, 21, пипец. О, это тебя просто трахнуло в очко. Просто в очко трахнул. Давай в этот, в дарт сыграем разок. Так. А как? А я не знаю, вот надо, нажми сроу. Да, вы что, не понимаете? Там, там все очень просто. Я же заготавливала, а если они протокнут? Блин, вы нам поиграть не дали, сволочи. Мы азартными играми увлекаемся. Понятно. Аркаш, смотри, что он ты сделал. Иди сюда. Что? Под закупку за... О, подожди. Это вкуснейшее мясо. Это ферментированное мясо. Вы ничего не понимаете. Это рябай с плесенью. Это писк моды. Это мраморная говядина. Она как мрамор по цвету. Видишь? Ферментированное мраморное говядин. Сейчас, секунду. Фертильное мраморное говядина. Ферментированное. Да, да. Фертильное, что-то другое. Ну, конечно, конечно. Слова выдумывает, думает, я поверю. Вязанная женская. С чем? С женской пиперкой. Опять выдумывает. Бэйл, смотри. Показываю один раз. Смотри. Томатная паста. А Вика по пасту. Так, ну что? Я говорю, если обжарить... Попожарь, да, все будет нормально. Да, да, да. Я правильно понимаю, вы жарите... Стейк в плесенье, да? Виктория. Ферментированный стейк. Да, да. Фертильный стейк. А потом вы спрашиваете, а что с ним не так? Стоять ждут, что, почему. Блюда, давай. А-а-а-м. Итак, записывайте. Гнилой, недоваренный, холодный. Отсутствует ингредиент. А ему понравилось, смотри, как с удовольствием ест. Чел такой, типа, обосрал стейк, но все равно сожру. Он гнилой, он недоваренный. Он... Он сто восемьдесят заплатил за это говно. Серьезно, сто восемьдесят. А я же говорил, что ферментированный стейк это тема. Конечно, я сразу сказал, что фертильные стейки это тема. Посмотрите, я тут самый талантливый повар, у меня три и девять. Три и девять, да это самое простое блюдо, блин, две ножки приготовьте. Давай поменяемся, давай порезать. А что у нас за ассорти... А что за ассорти из ножек? Почему одна недожаренная, а вторая... Сырое мясо укрепляет иммунитет. И микрофибру, блин, фертильную кишечника. О, она мечтает об этом стейке, боже. Возьмите вот этот, вам понравится. Так, что там, соль три грамма. Чих-чих, чих-чих, чих-чих. О, она с мухами прям ест. Смотри, 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 Вик, смотри. Поставь кастрюлю. 180 за стейк. Ужас. Мухи, вообще, бесплатно, если что. У нас, если что, последняя грудка и последние перчики. А у них мой стейк тоже последний будет. Ох, ребята, ребята, сейчас грябну. Опа. Нет, я с тарелкой спать пришел. А я с бокалом. Нормально. А Бейл опять с телкой. Я не допил даже пиво. Ну куда вы нажмите? Как же шутка про Питер и соль. Вик просит шутку про Питер и соль. А, ну, у меня соль... Подожди, стой. Сейчас, давай. Сейчас, встань к столу. Иди сюда. Так. Бика, привет. А где ты живешь? В Питере. А, ну вот тебе тогда соль. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вас там любят. На болотах. Ха-ха-ха. Ребята, зафорсите. Сын родился. Ха-ха-ха. Макарина, Макарина. Блин, а вы знаете про... Кирина Макарина. Улыбок тебе, дед Макар? Да. Знаете этот прикол? Ну прочитай наоборот. Ну расскажи ему. Да. Я уже сегодня столько прочитал наоборот твои дикты в жопу. Давай сам. Чтоб тебя прибанили вместе с нами. Ну что сложного-то? Я не скажу ни слова. Ха-ха. Раком дед ебет. Кобылу, блядь. Ой, как в шестой класс вернулся. Господи. До сих пор смешно. А я не знал, я не знал. Помидоры кончились. Я в магазин. Вот они лежат в холодильнике. Как он пытается в казино сбежать, Дима? Так, а у нас есть две кастрюли-то под два супа? Нет. Купите. Ну ладно, я сейчас куплю, я пойду куплю. Купли, купли. Ладно, оставь ту кастрюлю, короче. Да, сейчас нормально, я куплю еще одну. Твою мать, он не покупает! Он опять играет в вонючих казино. Да я наш день сократил, вы вообще понимаете? Две тысячи поднял. Да что, открывайте, у вас два блюда не готовы. Ладно, я открываю. Давай, открывай. Я не ссула. Мне похер, я открываю. Мамма миа, это не фрикадельки, это просто пища самого боженьки. Мамма миа, я что мио. Я не добавила фрикадельки. Так, вода, куриный шашлык. Вика просто волосилась опять, ну ё-моё. Ну ё-моё. Ничего, их завтра будут есть. Вика, Вика. Блядь, я в мюзикл попал сегодня. У нас мюзикл, да? Нас клинит иногда, что поделать, чё пристал. Чё пристал? Да, вот этот вот. А чё пристал ты? Ты чё пристал к нам? Чё ты пристал ко мне? Ты пристал ко мне? Ты пристал, чё пристал? Ты к нам пристал? Я-то вашего кебаба дристал. Подождите, важный вопрос, важный вопрос. Да. Четыре тысячи пятьсот. Готовы ли вы поставить это на кольцо? Ставь, ставь. Нет. Ты уверен? Только полный лох не уверен. Я подставил. Он проиграл, он всё проиграл. Нет. И, блядь. Господи, орг. Возможно, это... Это девять тысячи! Я сказал, ставь. Только полный лох сомневался. Только Миша Джуз, получается, сомневался. Ну всё, давай, ставь дальше, пока пятьдесят тысяч вы не выиграешь. Да я недавно его видел. Минус три пятьсот почему? Потому что плюс семь сюда! Плюс семь. Так, осталось ещё чуть-чуть. Давай, нам один день доработать. Я сейчас доработаю. Нет, ты сейчас откатишь нас на два дня доработки. Ставка на пять тысяч, поехали. Либо всё, либо ничего. Ну тут надо холдить, тут надо холдить. Обосрись, пожалуйста. Пожалуйста, обосрись, давай. Нет, двадцать набрала, проститутка! О, Господи! Кажется, мы проиграли. Сейчас всё будет нормально, не кипишуйте. Мы всё ещё на дне, Дмитрий. Тут чистая математика, тут чистая математика. Чистая математика. Мне кажется, каждый, кто оставался без дома, жены, детей, с долгами, в казино, говорил, что это чистая математика. Чистая математика? Да. Сука, ну почему дама пришла? Да, это же чистая математика. Боже, да хватит, Бейл! Мы были в двух днях, а теперь уже в трёх. Да подожди, сейчас всё будет нормально. Шесть пятьсот, ставка, тише! Почисти раздачу. Не бери. А туса за один идёт, да. А туса за один идёт. Сосни, сосни, пожалуйста, сосни. Нет, она не соснула, она не соснула. Она не соснула. Блин, ребят, у нас было сорок пять тысяч, а теперь у нас тридцать пять тысяч. Вы просрали десять тысяч, чмошники. Подожди, сейчас мы отыграем. Боже, он пять поставил. Грёбаный псих. Ну тут точно я вин. Она не наберёт двадцать одну. Тогда ещё. О, да блин! О, дуреть, она выиграла. Да вы суки! Ведь мы не хотим купить себе большой ресторан, да? Так, а ты думаешь, что я ради прикола играю? Вообще-то на ресторан копил. Свет, я тебе к рублей скажу. Для кого вы... Мы всё ещё в плюсе. Туда? Я пошёл по мою посуду и в козик. Так, у нас кончается. Я работаю на благо ресторана. На благо ресторана, всё. Ну мы не откроем с сорвой новый ресторан. Откроем. Просто верь, просто верь. Я не верю. Верь. Я ненавижу тебя, Дима Бэйл. Ну не пошло, ну не пошло, и что? Масть не легла. Масть. Не трогай масть. Масть святое. Извини. Я наняла нам девочку. Это же буквально твоя сестра, Мария. Она будет мыть полы, мыть посуду. Подожди, она то есть купила замену мне? Может, она ещё и гусей будет собирать нам? Ежедневный заработок 14 тысяч. Ежедневные расходы 14 тысяч. Я стабильно держу нас в нуле. Или небольшую прибыль. Это кризис. Кризис экономики. Это кризис капитализма. О, жесть. Она моет посуду. Она моет посуду. И не играет в казиноч. Я не хочу наливать этот суп больше. Я не буду делать суп. Вот пусть кто... Я буду делать суп. Что, это раздвоение пошло? Биполярочка? Я не хочу делать этот суп. Я буду делать суп. Биполярку словила всё Виктория. У вас есть долги, которые нужно оплатить? Что? Это не я. Мы уже спать не можем лезть. За этого Бэйла, вонючего. Это не я. Ты сколько там напроигрывал, тварь? Честное слово. У нас долги. Боже мой. О, Бэйл. Я взял нам кредит 50 тысяч, Бэйл. Господи. Почему ты раньше этого не сделал? Я не знаю, нахера мы работаем. Я взял только 50 штук. Я платил счета. Подожди, а где ты взял кредит? В банке. А ты что, закрыла? Закрыла ресторан. В смысле? Мы ничего не продавали. Закрыла, у нас больше нет ресторана. А, ну вот, тут всё, что было в нашем ресторане. Помогите распаковать. Распаковать? Нет, я лучше в казино. Распаковка. Вытащите всё из ящика. Пойдём в Дарс поиграем. Нет, вытащите, пожалуйста, вытащите всё из ящика. И я пока расставлю, разрешаю вам играть во все игры. Вот всё из ящика распакойте. Кто проигрывает, я пойму? Орк, что ли, проигрывает? Видите, какой двор, мама миа. Что это за говно? Орк, конечно, молодец. Взял кредит и проебал ещё в казино чьего. Он, получается, похлеще моего будет. Взял кредит и пошёл в казино. Я ничего не проиграл. Типичная схема какого-нибудь колдыря. Я бы тоже на очень удобное. В микрозаймы зашёл, пошёл в казино. Да это не я 8 тысяч потратил. Вот они пока тут закупали. Вы совсем с ума сошли? Нет-нет-нет, давай-давай-давай. Да нет, давай в дарт слушай. По 500, по 500. И три против одного. Всё, ставь прям 5900, ставь. Ты что, с ума сошёл? 500 поставил? Ты куда 5900-то? Ну ладно, мы всё равно в долгах уже, похер. Смотри, выигрывай. А где моя ставка? Ставь максимум. Ставь максимум. Я добираю. Я у меня перебор. 21! Смотри, смотри. 21! Видал? Видал? Давай сюда, максимум ставьте. Ты что, 8 влупил? Да. А почему у него лимит больше? Сейчас выиграем, смотри. Ладно, я тоже влуплю 8. Ты что, с ума сошёл? Ты-то зачем? Забирай. 21! Да! Ха, ну же с лицом. Вот! Почти кредит закрыли. Я говорю, ставьте максимум, максимум. Давай, давай. Не-не-не-не. Всё, надо, да нет. Ты дурак, надо закрывать. Ладно, я вас князь. Давай, 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 давай. Втроём мы её дёрнем. А какая разница? Я добираю. Добирай. Бля. Я тоже добираю. Нет, Димон, Димон, держи. Нет! Ну что? Ты как она выбрала-то, блядь? Мы же всё могли закрыть. Кредит. Кредит, мужики. Так, давай, давай, отыграем. Отыграем всё, отыграем всё, отыграем всё, отыграем всё. Максимум, максимум. Давайте, ставьте, ставьте максимум. У тебя какая отставка, какая у тебя отставка был? Три с чем-то. Тогда я попробую брать. Я хитую. Блин, у нас два. Можешь все, сделаем стей. Я стей сделал. Не, все давай, иди, дёрнем её втроём. Двадцать! Дёрнем её втроём! Ребят, у нас не осталось денег. Так, главное, Вик, не говорить. Да это уже кредитные бабки, забей у неё ресторан. А, насрадят деньги банка. Да, это деньги банка. Мы просто уедем. Мне же надо. Она будет закрывать наш кредит. И мы инжинировали лицо банка. Пошёл работать. Когда он создал 38 рублей, ты пошёл работать? У нас было утром 80 тысяч. Ты хочешь статистику посмотреть? По итогам этого дня. Не хочу. Не хочу. А мы сейчас посмотрим с вами статистику. Я хоть пивасик остался. С горя выпью. Блин, сейчас такая статистика будет ужасная. Пойдём посмотрим. Вы всё подготовили? Я, да, подготовил уже левый паспорт, чтобы уехать в Мексику. Нам нужно выплатить кредит 5 тысяч, чтобы спать лечь. Так ты понимаешь, если чё... А как мы не получим? Он не даёт спать с кредитом. Совесть давит. Может, можно взять кредит на кредит? Я слышал. Это, блядь, стрим грехопадения какого-то, блядь. Вика, не делом торгуй. Мы пойдём наркотики закапывать, блядь. А можно что-то продать в ресторане? Благодарю граждане, которые открыли... Ну, вы в своём уме, но... Фикус можно за 100. Он нам точно не нужен. Да блядь, он прямо сейчас играет и проигрывает то, что ты продаёшь. Я по Балтинику играю, чё ты? Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова